друзья всем огромный привет с вами интерактивная фото студия арт фото life меня зовут серджио и сегодня у нас мобильная обработка итак у нас телефон у нас стилус у нас вечерняя почти ночная городская фотография и urban обработка и давайте мы воспользуемся чудом монтажа заглянем немного вперед и посмотрим какая фотография у нас получится итак друзья изображение для урока вы можете скачать по ссылке под этим видео роликом ну а мы не будем терять времени поехали если ты впервые на моем канале не забудь заглянуть в мой инстаграм и после подписки получить в подарок набор пресетов universal для пк и телефона следи за новостями в instagram участвую во флешмобах получай призы и подарки а в telegram канале тебя ждет общение с единомышленниками совместное продвижение соц сетей программы на телефон и пк для обработки фото и видео ссылки на инстаграм и telegram в описании к этому видео итак друзья первым делом переходим света это у вас нарисовано будет солнышко и так давайте светлые области убираем влево примерно где я думаю что наверное примерно где-то на 90 минус 90 тени мы немножко осветлим я думаю что где-то 70 будет достаточно точку белого берем немного влево примерно где-то на 10 пусть будет 11 а точку черного наоборот подвинем вправо ну примерно на 17 теперь друзья давайте перейдем с вами в кривые поработаем с белой кривой это rgb она отвечает за свето теневой рисунок и на вечерних фотографиях вы как правило встречаете много шума и для того чтобы от этого шума избавиться мы с вами сделаем фотографию стиле легкого винтажа то есть мы задвинем с вами темные участки посильнее чтобы скрыть весь шум потом приподнимем точку черного это сделает наши тени бархатными фотография не будет казаться слишком темной но все шероховатости все неровности и зерно лишнее зерно с изображения уйдут и так друзья мы с вами поднимаем посильнее точку черного вверх теперь немного вправее опускаем вниз давайте мы точку черного немножко опустим ниже пожалуй вот таким вот образом средний мы тоже подменим немножко вниз и точку белого слегка опустим ниже опущу я немножко еще вот эту среднюю точку красный канал как вы знаете добавляет у нас красивые циановые оттенки когда мы двигаем вниз но нам нужно с вами получить легкие циановые оттеночки только в темных участках светлые мы трогать не будем давайте мы зафиксируем среднюю точку поставим ее посередине точку черного мы не трогаем ставим точечку рядом с точкой черной и опускаем немножко вниз им чуть-чуть то же самое мы делаем и с точкой которая чуть чуть ниже средней точки тоже опускаем их к вниз у нас появляется вот такая вот кривая давайте посмотрим было стало фотография стала повеселее согласитесь переходим в зеленый канал фиксируем среднюю точку теперь выбираем точку между двумя нижними прям вот по центру и слегка и и оттягиваем вниз совсем чуть-чуть смотрите чтобы у вас не заиграл лишний фиолетовый цвет ну что ж друзья уже очень даже неплохо теперь переходим в синий канал синем канале мы фиксирую с вами среднюю точку также выбираем среднюю точку между двумя нижними и также слегка и они мои и вниз смотрите чтобы у вас не появился лишний желтый цвет на этом я думаю можно остановиться кликаем готово теперь давайте поработаем с цвета коррекции переходим в цвета переходим смешение цветов и так красный цвет оттенок будем двигать в сторону оранжевых примерно где-то на плюс 25 насыщенность наоборот убавим 34 35 будет достаточно и давайте сделаем его немножко потемнее ну где-то примерно на 15 переходим в оранжевый цвет оранжевым двигаем сторону красных таким образом получаем красивый оранжевый с персиковыми оттенками я думаю где-то примерно на минус 25 будет достаточно насыщенность я пожалуй тоже слегка убавлю буквально на минус 4 и яркость тоже немножко убавлю где-то наверное на минус 6 переходим в желтый цвет желтый цвет у нас как вы понимаете отвечает за цвет такси давайте мы сделаем его более интересным добавим желтый цвет немного оранжевых оттенков я думаю что вот так будет достаточно минус 38 у нас цвет вроде бы остался желтый но он стал более такой интересный более теплый мне такой цвет нравится больше насыщенность желтого я бы в этом случае даже бы прибавил бы чуть-чуть наверное где-то буквально ну пусть будет на плюс 10 и сделал бы его и сделал бы его даже поярче я думаю где-то на плюс 26 так желтый стал поинтереснее давайте посмотрим было стало двигаемся дальше зеленый цвет зеленого цвета здесь у нас мало ну давайте тем не менее сделаем его теплее подвинем сторону желтого где-то примерно на минус 22 насыщенность убавим посильнее пожалуй где-то на минус 70 яркость трогать не будем переходим в аквамарин аквамарин я от зеленых уберу в красивые синие оттенки и сделаю пожалуй где-то плюс 50 сторону синего насыщенность уберу посильнее до минус 70 яркость не трогаем переходим в синий цвет и так давайте мы синий ну конечно вот такой а кого не будем из него делать не сделаем прям вот чуть-чуть это минус 5 минус 6 сторону аквамарина насыщенность синего убавим посильнее где-то примерно на минус 77 и убавим также яркость ну примерно где-то на минус 20 минус 25 я бы насыщенность даже убрал еще посильнее минус 84 давайте насыщенный синего я пожалуй полностью уберу минус 100 теперь переходим мы фиолетовые оттенки оттенок полностью убираем сторону синего и снижаем насыщенность до минус 82 малиновый убираем сторону красных и насыщенно снимаем также побольше где-то примерно до минус 87 минус 90 кликаем готова ну что нам теперь нужно эту фотографию затонировать давайте перейдем в тонировку круги мы двигать не будем но это издевательство для тех кто не знает кликаем здесь галочку открывается панель в которой удобно уже работать пальцем или стилусом оттенок оттенок я поставлю 204 и насыщенность где-то примерно пусть будет 13 ок теперь переходим средний тона оттенок ставим на 45 и насыщенность даже побольше где-то на 22 теперь переходим светлые области оттенок я поставлю на 37 насыщенность насыщенность где-то на 15 я думаю будет достаточно так кликаем готова и так кликаем на рога точку выбираем экспорт как выставляем тип файла jpeg самые большие размеры качество сто процентов заходим в другие параметры выходная резкость выбираем экран величина высокий цветовое пространство обязательно ставьте srgb цветовое пространство srgb отображает более богатую палитру цветов поэтому не забывай при сохранении менять на цветовое пространство srgb все параметры на этом закончились возвращаемся назад кликаем галочку и сохраняем наше изображение в итоге когда я обрабатывал фотографии из этой серии у меня получилось порядка 30 пресетов они отличаются конечно же друг от друга по-разному настраиваются цвета тени по-разному работает кривая если тебе интересен такой набор который называется на его slip состоит он из 30 различных пресетов ты можешь обменять его на скромный донат 100 рублей на этом друзья урок закончен я надеюсь он вам понравился если был полезен не забудь поставить лайк не забывай что это для меня лучшая награда но если не подписан то желательно подписаться чтобы не пропускать следующие полезные и очень важные нужные для тебя уроки по обработке фотографий с вами был серджо и интерактивная фотостудия art photo life желаю вам творческих высот всем пока и до новых встреч